Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Андрикс и сегодня мы продолжаем пытаться выжить в игре 60 секунд. В прошлый раз мы были довольно близки к выживанию, но черт побери у нас не было чертовых карт. На этот раз я надеюсь все будет намного лучше, так что давайте будем приступать, выбираем сурвайвл, будем опять-таки пытаться выжить на изи. Если у нас получится, в следующий раз уже попробуем нормал, может на царь бомбе даже, не знаю, посмотрим. Давайте берем изи и начинаем наше приключение. Итак, первый день. Эх, сколько же раз мы уже видели эту картину. Наша семейка вся в сборе. Так, что у нас есть? У нас есть вроде как все. Карты на этот раз есть. У нас нет дихлофоса. Шесть консервь еды, шесть бутылок воды. Довольно неплохо. Я думаю, у нас все шансы выжить. Так что давайте попытаемся это сделать. Это мы уже сто раз читали, я думаю, больше читать не буду. Если вы хотите узнать, что здесь написано, смотрите мои предыдущие серии, там все есть. Так, никто ничего не хочет. Но это понятно, на первый день всем норм. Нам трудно находиться здесь. Привыкайте. Привыкайте, потому что нам нужно продержаться. Нам нужно продержаться и выжить. Итак, что у нас дальше? Иначе мы могли бы оказаться вместе хуже. Так, на второй день тоже никто ничего не хочет. Пока что идти никуда не будем. Мы уже собирались пойти спать, но кто-то постучал в дверь. Кто может прийти в такой поздний час? Кто может быть частью этой пустоши? Какого черта они пережили ядерный удар? Стоит ли открыть? Ни в коем случае. Это скорее всего либо бандиты, либо вообще. Черт знает кто. Явно открывать не самая хорошая идея. Так что дисковать попросту не будем. Стук перестал звучать после того, как тот, кто стучал, ушел. Мы не знаем, кто это был. Скорее всего, не узнаем. Так будет лучше всего. Лучше не знать, что там находится, чем потом от этого страдать. Так, все хотят пить. Окей. Давайте их напоим. Так, пока что не идем. Мы клянемся, что этой лужи раньше там не было. Ах, дьявол, нас затопило. Давайте возьмем наши припасы, пока они не всплыли. Ужас, мы не успеем спасти все наши вещи. Нужно спасти хоть что-то. Блин. Третий день и уже потоп. Замечательно. Я не знаю, что нам спасать. Карты нам нужны. Карта нам тоже нужна. Наверное, будем спасать радио. Потому что радио, мне кажется, важнее всего. Третий день. Черт побери. Все было так хорошо. Зачем этот потоп? Так, четвертый день. Карта испорчена. Радио хотя бы целое. И игральных карт у нас тоже нет. Замечательно. То есть, если нам опять-таки нужны будут карты, то все. Мы опять просрем. Мы не позволили, чтобы радио ушло под воду. Да-да-да. Все остальное мы просрали. Замечательно. Так, никто ничего не хочет. Ну, хотя бы это радует. Эх, придется кого-то, наверное, отправлять на пустоши где-то на десятом дне. Мы чувствуем, как будто что-то пристально смотрит на нас из-за угла убежища. Мы думаем, это крыса. По крайней мере, выглядит как крыса. Крыса, сидящая на прекрасной диете. Мы решили сделать что-то с ней. Просто зарубите. Я надеюсь, что мы в походе найдем новую карту. Потому что карта это тоже довольно нужная вещь. Так что посмотрим. Что бы это ни было, оно мертво. Надеюсь, мертво. Может быть, здесь перячется еще кто-то более противный. Так, ну хорошо. Вы убили крысу. Это замечательно. Со всеми все хорошо. Никто ничего не хочет. Господа пауки. Кажется, мы откажемся от вашего предложения. Вы не имеете права жить здесь. Они повсюду. И кажется, они не очень нас боятся. Мы не хотим больше деликатесов в супе, сэр. Нет, сэр. Вот, кстати, насчет пауков. Мне уже неоднократно говорили, что если придут пауки, просто ничего не делать. Так что давайте попробуем. Вдруг что-то случится. Давайте посмотрим. Шестой день. Ёб твою! Мэри Джейн, это ты? Окей. Какого хрена Мэри Джейн превратилась в Халка? Вот чего я не ожидал, того не ожидал. Да ладно. Что-то явно нехорошее произошло. Или хорошее. Ну, знаете, мне такой Мэри Джейн нравится как-то больше. Окей, так, она ничего не хочет. Остальные хотят пить. Так, вот это интересный поворот. Мы решили отомстить этим паукам голыми руками, ногами и другими частями тела, которыми можно смертельно атаковать паука. К нашей неудаче шансы были на их стороне. Они очень быстрые. Мы устали. Может повезет в другой раз. Во время нашей жестокой схватки с пауками, одному из них повезло, и он укусил Мэри Джейн. Все было в порядке, но когда мы проснулись, она была другой. Он была другой. Окей. Интересно, а они могли бы укусить кого-то другого? Например, Тимми. Он тоже бы превратился в Халка. Вот, блин, интересная эта фигня. Впервые у меня это. Поразительно, но Мэри Джейн прекрасно справляется с данной ситуацией. Она прекрасно выглядит. Да, она выглядит просто замечательно. Мне говорили, что с ней может произойти одна интересная фигня, но я не ожидал, что она превратится мать его в настоящего фиолетового Халка. Ну, я так понимаю, теперь ее можно посылать без проблем. Она не заболеет. Но это, насколько мне известно. Ладно, давайте будем пробовать. Так, все хотят пить, кроме Мэри Джейн. Интересно, она вообще теперь будет хотеть хоть что-нибудь? Ладно. Мэри Джейн чувствует себя прекрасно. Ну, давай, дорогая, пойди на прогулочку. Блин, вот это сюрприз. Офигенно, эта игра меня порадовала. Так. Она все-таки хочет есть. Я думал, она вообще ничего не будет хотеть. Я думал, что это будет настоящий терминатор. Ладно, мы ее накормим. Ее-то уж точно нужно кормить. Так, вот это никаких проблем. Так, вот так, еще раз. Голод. Голод и голод. Все есть, кроме Теда. Вот так. Так, Мэри Джейн, давай, посмотрим, что ты можешь для нас раздобыть. Блин, мне кажется, с такой Мэри Джейн у нас еще больше шансов на выживание. Ну, сейчас мы на это посмотрим. Мэри Джейн вышла на улицу. Давайте надеяться, что она скоро вернется. Но я уверен, что она там не пропадет. Так, время раздавать припасы. Так, Тед, голод. Все остальные в порядке. Тед, жри. Единственные, кто может спасти нас, это правительство. Ругай их сколько хочешь. Они заберут нас, когда придет время. Мы, добропорядочные граждане, ежедневно платим налоги. И что они для нас сделали? Правильно, фиг что сделали. Но остается только ждать их сигнала. Ну, давайте попробуем. Я надеюсь, сейчас удастся выйти на связь. И они нас спасут. Девятый день. И что там? Вышли, нет? Да, мы вступили в контакт с военными. Замечательно, одни идут за нами. Так, карт у нас уже нет. Мы их просрали. Эх, я надеюсь, карты на этот раз для военных не понадобятся. А то не хочется просрать, когда все так хорошо начинается. Так, Тед должен что-нибудь выпить. Все хотят пить. Окей. Давайте напоим. И ждем Мэри Джейн. Очень сложно делать какие-то метки в почти разорванной карте. Но мы могли бы ее немного починить. Немного подлатать. А может даже и улучшить ее. Давайте, почему бы и нет. Рискнем. Вдруг нам удастся починить карту. Карта довольно полезный предмет. И было бы хорошо ее восстановить. Да, они ее восстановили. Замечательно. Что-то слишком все хорошо. Мне кажется, сейчас случится что-то плохое. Хорошие новости. Мы сделали себе карту, которую можно нормально использовать. Только вопрос, сможем ли мы прочитать то, что понаписывали. Ну, надеюсь, что да. Так, кто-то хочет тортик. Но тортик это ложь. Все мы это прекрасно знаем. Как приятно снова нежиться под солнцем. Да-да. Мэри Джейн. Что-то еще не пришло. Ну, я надеюсь, она придет. Потому что, блин. Такой Халк точно на пустошах не пропадет. Это же, блин, настоящий супер-мутант из Фоллаута. Пока мы в безопасности, мы можем остаться здесь. Так. Все замечательно у всех. Групповая терапия. Нет ничего лучше, чем выйти на поверхность. Но, похоже, нам это необходимо. Мы думали, что будет хорошая идея посылать кого-то на пустоши раньше обычного. Но как только мы начали собираться в поход, неизвестное существо начало рычать на нас. У нас есть пару секунд, чтобы решить, что нам делать. Ну, насколько мы знаем по предыдущему видео, это должна быть собака. Так что давайте просто посветим фонарем. Эту собаку еще, насколько я знаю, можно как-то приручить. Посмотрим, может это у нас получится. Было бы замечательно. Мы решили проверить, кто это был с фонарем. Угадать, это была собака. Да-да, это мы знаем. Так, кто там что хочет. Жажда, жажда, жажда. Всех поить. Блин, вода уже заканчивается. Две с половиной бутылки осталось. Сегодня мы решили как следует повеселиться, играть в игры. Это мы тоже раньше читали. Мари Джейн, ты где? Мари Джейн, не заставляй меня волноваться. Что-то долго ее нет. Мы надеялись поиграть в тихую игру, но не вышло. Так, что-то там все хотят есть. Окей. Так, не то. Прошло много времени с момента, когда мы в последний раз мылись. Запах в убежище далек от роз. Нам пора помыться, но жаль, что мы не захватили мыло. Может, стоит помыться чем-то другим? Я даже не знаю, патронами помойтесь, что ли. Я не знаю, как это будет выглядеть. Но давайте попробуем, почему бы и нет. А то еще заболеют нафиг. О, Мари Джейн вернулась. Эх ты моя красотка, что ты нам принесла? Я вижу, воду принесла. Молодец. Грязный мы или нет, это не важно. Главное, что мы дурно пахнем. У нас есть несколько патронов, чтобы убрать запах. Давай, втирай, это гениальная идея. Боже мой, какие идиоты. Ладно. Мы ходили на набережную еще до взрыва. Это было прекрасное место, где можно было отлично провести время со всей семьей. Там могли видеть корабли, моряков. Мы пришли в восторг, когда нашли яхту в нескольких кварталах нашего дома. Нам показалось это странным. Особенно то, что яхта была пришвартована посередине перекрестка. Но есть пару разумных объяснений на этот счет. Таких как океан довольно соленый. Моряки принимают эффективные меры предосторожности для того, чтобы не попала соленая вода. Пожалуй, мы воспользуемся их любезностью и возьмем все бутылки, которые там есть. Две бутылки, замечательно. Кстати, что там писала про Мэри Джейн? Мэри Джейн голодает. Лучше дать ей еды, иначе... Я понял. Все. Никаких больше вопросов. Мэри Джейн, ты будешь есть. А то, блин, зажрет сейчас кого-то. Жри. Все для тебя, дорогая. Так, еще раз пойдешь. Мы очень мало знаем о том, что происходит наверху. Нам нужно узнать больше. Может, нам удастся что-то узнать. Радио поможет нам. Давайте, пробуйте. Почему бы и нет? Надеюсь, вы скучать не будете. Так, раки в порядке. Они его не сломали. Пят все больше зарастает. Все довольно неплохо. Мы смогли получить слабый сигнал и насладиться последними новостями от правительства. Отличная новость. Так, что там кто хочет? Жажда, голод, жажда. Блин, Мэри Джейн хочет много жрать. Ну ладно, ей можно. Она заслужила. Вот так, да? Ничего не напутал? Жажда, жажда, голод. Все вроде правильно. Так, Мэри Джейн, давай. Ай, ты теперь наша главная добытчица. Я надеюсь, ты нам перенесешь много всего вкусного. Будем ее теперь отправлять почти каждый день. Потому что она, блин, она неубиваемая теперь. Замечательно. Очень повезло, что она превратилась. Мэри Джейн вышла на улицу. Все замечательно. Так, у всех все хорошо. Я даже проверять не буду. Нам снова удалось поймать военную связь. На этот раз они просят дать сигнал фонарикам после захода солнца. Если все будет хорошо, они нас быстро найдут. Мы это сделаем в ближайшее время. Я забыл нажать на фонарик, да? Твою мать! Окей. Я думаю, еще раз они выйдут на связь. Подождет их сигнал. Они хоть знают, сколько стоят батарейки. Особенно в эти тяжелые времена. Особенно, когда почти не осталось батареек. Ну, насколько я знаю, батарейки у нас есть. Ладно, в следующий раз постараюсь не провтыкать. Так, все хорошо со всеми. Да, замечательно. Да и при том, я надеюсь, Смарий Джейн нам что-то интересное принесет. Может, еще песика приручим. Посмотрим. Вот, кстати, насчет песика. Лайон не снаружи может значить только одно. Наш пес вернулся. Не будем беспокоиться о противогазе. Мы быстро открыли дверь и увидели его. Бедное сознание, похоже, голодает. Нужно дать ему немного еды, обязательно. Песика будем приручать. Подождут военные. Нам сейчас главный песик. Собака вернулась к своей прежней жизни в течение часа. Мы не знаем, что было в супе. Мы решили, что собаке нужно дать имя. И мы назвали его Блинчик. Да, это мы уже знаем. Собаку зовут Блинчик. Ну что же, давайте поставим себе, так сказать, первоочередную цель. Переучить собаку. Никаких спасений пока что. Главное сейчас переучить собаку. Так, у всех жажда. Спорим. Мало пространства. Это неудивительно, что мы быстро начали спорить из-за всякой ерунды. Плохо, что они начали ругаться. Но да ладно. Я надеюсь, переживем. Ну, вроде все хорошо со всеми. Никто с ума не сошел. Блин, там песик нас ждет. Мы перестали спорить, но надолго ли? Надеюсь, что надолго. Так, время раздать припасы. Никаких припасов, хотя Тимми... Прости, Тимми. Не заметил. Тебя нужно покормить. Так, почему бы не покинуть это место? Еще покинем, еще успеете. Двадцатый день. Уже двадцать дней, и... Ну, кто еще даже не приуныл? Это довольно странно. Но я рад, я рад, что наши выживания проходят очень хорошо. Так, все замечательно, ждем дальше. Мы собирались открыть свой книжный клуб. Единственную книгу, которую мы прочитали, была о телефонах. Вдруг неожиданно постучали. Мы узнали, что это беженцы, которые как-то пережили взрыв. Они умоляли нас дать им воду. Нужно пожалеть их. Сколько у нас воды? Три бутылки. Эх, блин, я даже не знаю, чтобы сейчас не получилось так, что мы их пожалели. А потом у нас самих не будет, что пить. Ладно, давайте дадим им воды. Посмотрим, что из этого выйдет. Может, они нам что-то дадут в замет. Так, 21 день и... У наших гостей были проблемы со словами. Они не знали, как отблагодарить нас. Было пролито много слез и улыбок. И они пожелали нам всего наилучшего. Это прекрасные чувства, когда помогаешь тому, кто нуждается в помощи. Скоро они ушли. Надеемся, они найдут свое счастье. Ну что же. Хотя бы на душе будет немножко лучше. Может, после этого они не будут переунывать и не сойдут с ума. Давайте будем поить, кормить. Скорее всего, потом нам это аукнется как-нибудь. Например, нехваткой воды. Но да ладно. Я сделал то, что нужно. Так, всех поим, этих двоих кормим, да? Нет, стоп. Тим не хочет есть. Перепутал случайно рыжих, извиняйте. Что это за звук? О нет, что-то или кто-то прямо под нами. Единственный способ пойти и проверить. Как насчет использования люка в углу бункера? И вот тоже насчет этого говорили, что если внизу что-то будет, ничего не делать. А то все будет очень плохо. Будем слушаться. Мне дали слишком много советов. Я теперь эксперт по выживанию. И я знаю, что делать. Так, 22-й день. Тимми, что с тобой? Он замученный. Я же не открывал этот люк. Блин, ладно. Так, Мэри Джейн голодание. Боже, она сейчас Тимми жрать будет. Обязательно нужно ее покормить. Кстати, Мэри Джейн, а какого хрена ты ничего не принесла? Ты что, издеваешься? Ладно. Так. Зайти в узкий тоннель не очень хорошая идея. Особенно, если из него доносятся странные звуки. Мы слышим их даже здесь. Правильно, сидите. Мы прошли немалое расстояние до доков. Мы знали о многообещающем складе. Мы надеемся, что он не взорвался. Мы обнаружили контейнер с маркировкой. Нечто важное. Там оказались боеприпасы. Ну, если только патроны принесла, да? Эх, Мэри Джейн, Мэри Джейн. Я надеялся... Так, лучше дать тебе еды. Да-да, я надеялся, ты принесешь нам воды. Ладно, давайте их накормим и опять отправим Мэри Джейн. Так, жрать все, кроме Тимми. Блин, из сетой проблемы. Как-то не очень все хорошо у нас сейчас, но я надеюсь, это в ближайшем времени поправится. Так, собираем вещи. Сегодня Мэри Джейн намекнула нам, что у нее сегодня день рождения. Да ладно! У Халка день рождения! Что же ей подарить? Я даже не знаю. Блин. Аптечку я ей дарить не буду, потому что если она ее использует, то это жопа. Аптечка нам нужна. Я надеюсь, она никого не сожрет, если мы ей ничего не подарим. Мэри Джейн, прости меня, пожалуйста. Не надо психовать, все хорошо. Вроде нормально. Что ты? Как ты? Голод? Нормально? Я тебе еду подарю, хочешь? Это намного лучше всякой херни. Мы думаем, что Мэри Джейн слишком взрослая для дней рождения. Это все, о чем мы думаем. Ну да, как-то она немножко выросла за это время. Так, все-все хорошо. Мэри Джейн дать пожрать и отправить на пустоши. Давай. Да будь для нас что-то хорошее. Тем временем, 24-й день. Немножко приуныла Долорес. Блин, почему? Черт знает. Так, все хотят пить. Ну, я вам пить смогу дать. С этим пока что таких уж серьезных проблем нет. Хотя, уже они после этого начинаются. Так, Тимми там все-таки хочет пить. Я думал, он не хочет пить. Ладно. Военные передают снова. Давайте, на этот раз помашенным фонариком. Посмотрим, что получится. Но перед этим, перед спасением, я хочу собаку. Я не хочу, чтобы нас так просто спасли. Дайте мне забрать моего песика. Все шло по плану, но внезапно фонарик перестал работать. Мы починили его как раз вовремя. Мы слышали рев двигателя самолета. Мы просто уверены, что пилот видел нас. Давайте надеяться на их возвращение. Ну, я надеюсь, все будет хорошо. Так, что там? Все в порядке, да? Тимми голод. Окей, я тебя покормлю. Для тебя у меня еда немножко найдется. Как раз у нас... Так, стоп. Собака вернулась, хорошо. Хотел сказать, как раз у нас осталось еды на троих человек. Когда мы услышали лайк, мы очень быстро подошли к двери. На этот раз это точно был блин. Он вернулся, но не хотел заходить. Вместо этого он хотел нас куда-то отвезти. Видимо, он очень озабочен припасами. Берем карту, идем в поход. Насколько я знаю, нужно брать имя на карту. Опять-таки, благодаря вашим советам, огромное вам спасибо. Тед приуныл, да? Замученный. Блин, да что же с вами такое? Почему вы все замучились? Ладно, я надеюсь, это в будущем нам никак не скажется. Хорошо подготовленный турист всегда берет карту. Вот что мы всегда говорим перед походом. Спасибо, что по карте можно понять положение любого здания в городе и вернуться домой. Мы вернулись как раз к обету и блинчик вязался за нами, но остался где-то неподалеку от бункера. Вы случайно... Нихрена себе вы еды нашли! Молодцы, респект! Вот еще бы Мэри Джейн водичку принесла. Замечательно вообще было бы. Перед тем, как вернуться, мы решили пойти в обход и нашли несколько консервов в машине. Хорошо, что мы прочли кое-что про автомеханику в справочнике скаутов. Замечательно. Так, не кормим. Мы уже собирались закончить ужин и ложиться спать, как вдруг постучал торговец. Его интересуют боеприпасы. Будем торговаться? Нет, они нам тоже пригодятся. Торговаться я пока что не буду. Вот, кстати, и Мэри Джейн пришла. Замечательная водичка! Мэри Джейн, я тебя обожаю. Четыре бутылки воды, три банки еды. Все очень неплохо. Противогаз принесла! Мэри Джейн, блин, я тебя люблю, ты офигенная! Ты намного лучше, чем была раньше. Намного. Этот Халк, это... Это просто читерский персонаж. Я думаю, с ним мы точно выживем. Итак, этот человек был в огромном отчаянии, когда мы отказались с ним торговаться. Он до того отчаялся, что кинул дымовую шашку в наш люк и украл наши припасы. Мудак! Как ты посмел с пи***ной патроны? Ладно, пофиг, патроны нам не сильно нужны. Ничто не могло вас сделать счастливее, чем возвращение Мэри Джейн. Раньше мы заходили в одну бокалей с надписью «Мы уверяем вас, что мы открыты». Мы решили навесить ее еще раз и сочли должным взять немного еды. Мы нашли немножко еды left inside. Снял внутри, окей. Мы нашли полку с надписью всего за 99 центов. Вода. Замечательно. Противогаз одиноко висел на стене. Супер. Мэри Джейн очень голодна. Кормим. Обязательно. Остальных всех поэм. Замечательно. Пока что все очень-очень хорошо. Так, делаем вот так. Вот. Собираем вещи. Отправляем Мэри Джейн опять. Когда мы бежали от песен коротких поэм, которые вы помните со школы и веселых цитат из мультфильмов, мы решили, что нужно прекратить сходить с ума. Нужно было что-то делать или начать думать о наших государственных добродетелях. Представляете это? Чем мы занимаемся? Ну, послушайте. Хотя нет. Давайте просто поиграйте в шашки. Я думаю, так будет безопаснее. Так, 28-й день. Все в порядке. Никто с ума еще не сошел. Это меня радует. Игра в шашки, кружка горячего кофе и газета. Это все, что нужно человеку 50-х. Но кофе здесь нет. И мальчик, который разносил газеты, скорее всего взлетел на воздух. Да, шашки. Ну, хотя бы поиграли, блин. С ума хотя бы не сойдете. Так, Мэри Джейн голодна. Долорес тоже. Все хотят есть, кроме Кимми. Окей. Кормим. Все замечательно. Припасы есть. Это хороший день, чтобы выйти наружу. Мэри Джейн, давай. А я закурю. Блин, как же все хорошо у нас проходит. Я надеюсь, с такими темпами мы точно долго проживем. И, возможно, даже будет какое-то спасение. Так. Мэри Джейн вышла на улицу. Замечательно. Что там кто хочет? Да, блин, сворачивайся ты. Никто ничего не хочет. Мы не одни. Здесь есть большой волосатый кролик-дьявол. Да какого хрена? Похоже, что он прячется в наших трубах. Один раз он высунул голову и смотрел на суп. Мы не можем допустить, чтобы он добрался до него. Мы не можем допустить его присутствия, пока мы здесь спим. Окей. Убивайте. Я надеюсь, вы не сошли с ума. Волосатый кролик-дьявол. Это упор-то немножко. Тридцатый день. Что там, все хорошо? Вроде все хорошо, только... Тед еще больше зарос. Но теперь-то хоть он на мужика похож. Ура! Наши припасы спасены! Это плохие новости для волосатых мутантов. Думаю, мы все еще вершиной пищевой цепи. Супер! Жажда, жажда, жажда. Пьем. Сегодня будем пить. Что там, песик? Мы всегда держались подальше от казино, поэтому, когда человек постучался из класса, любит играть. Понятно. Он хочет сыграть на воду. У нас нет карт. И даже если были бы карты, я бы не играл. Не хочу рисковать. Пока все хорошо. Пускай так и остается. Игрный бизнес, это ужасно. Да-да. Мы знаем. Кто-то там хочет есть. Кимми, да? Да. Кимми голод. С остальными все хорошо. Поешь. Мы боялись, что армия не придет за нами. Но они сделают это. Следующая передача говорила о срочной эвакуации. Но оно закончилось большим. Если. Они рассказывали о том, что мы должны сдать все холодное оружие. На того, как они спасут нас. Холодное? С каких пор ружье это холодное оружие. Окей. Мы не знаем, что имеется в виду. Но звучит ужасно. Но они ведь должны будут защищать нас от бандитов. Я надеюсь, что да. Давайте сдадим. Надеюсь, все хорошо будет. Без винтовки это, конечно, так себе. Но топор у нас есть. Если что, отобьемся им. Мы решили следовать приказам армии. Когда мы сделали это, у нас было тяжело на душе. Но это малая цена за безопасность. Но это не значит, что мы не получим еще приказ. Так. У всех все хорошо. Нет, нет, нет. Блин приполз назад к нам. Но он был серьезно ранен. Бедняжка был укушен каким-то монстром. Мы должны помочь ему. Быстро. А птичка у нас есть. Замечательно. Давайте поможем. Поможем песику. Очень хочу все-таки его приручить. Собачка. Друзья, мы сделали это. Собачка, которая умеет гавкать. Замечательно. Блинчик. Привет. Добро пожаловать в нашу команду. Эх. Я в этой серии сделал уже два хороших, точнее интересных поступка. Я превратил Мари Джейн в Халка. И я приручил Блинчика. Вы только посмотрите на него. Эти глаза, блин. Они лучше, чем у кота у Шрека. Офигеть. Интересно, он тоже будет хотеть есть или нет? Так. Жажда, жажда, жажда. Давайте всех напоим. Потребовалось время, но мы в состоянии залатать Блинчика. Мы не позволили ему выходить в этот раз. Знаете ли вы, что такое любовь? Мы уверены, что знают. Любите свою собаку. У нас есть Блинчик. Эх, ладно. Даем всем водички. Так, картинки Блинчика я тут не вижу. Так что, скорее всего, его не нужно будет кормить. Посмотрим. Или он как-то сам будет брать припасы. Но я надеюсь, что будет все в порядке. Так, теперь можно спасаться. Я надеюсь, армия за нами придет. Наша горячо любимая радиостанция, увы, прекратила вещание. Мы попытались поймать другой сигнал, но безуспешно. Неужели других станций больше нет? Возможно, мы должны подкорректировать наше радио, чтобы увеличить его дальность. Вот кто сунет руку к радио, отрублю нахрен. Не лезть к радио. Потому что, блин, если военные какую-то передачу сделают, а у нас радио будет поломанное, я же застрелюсь. Так, Мэри Джейн. У нее голод. Она что-то пить вообще не хочет. Так, что она принесла? Патроны, да? Или патроны у нас уже были? Я забыл. Так, нам кажется, что наша экспедиция была замечена чужими. Мы должны быть осторожнее в следующий раз. Ну, я думаю, что если чужие увяжутся за Мэри Джейн, она их увидит, она их просто сожрет. И тогда не будет писать, что у нее голод. Так. Первое, что нужно делать в период кризиса, это, разумеется, соблюдать порядок. Проходя мимо полицейского участка, оказалось, что они до сих пор работают. Кстати, ружье. У нас появилось ружье. Хотя одно мы уже сдали. Мы даже видели нескольких полицейских внутри. Огневой мощь и операция провалится. Он даже выбросил одну из винтовок в окно, утверждая, что это бесполезно. Разумеется, мы не могли отказаться от такого подарка. И прихватили ее с собой, когда покидали участок. Пакет боеприпасов лежал неподалеку на станции. Замечательно. То есть, у нас теперь есть винтовка. У нас есть патроны. Все очень хорошо. Я надеюсь, военные не будут возмущаться о том, что у нас еще одна винтовка появилась. Так. Тат Голоден. Голод, голод, голод. Понятно. Всех кормить, кроме Тимми. Так. Мэри Джейн, собирайся, ты опять пойдешь. Так. Сколько там мы уже прожили? 35 дней. Замечательно. 35 дней, и еще даже никто не сошел с ума. Эх. Это меня очень радует. Сегодня мы поиграли в прятки в течение 10 секунд. И то только из-за того, что в бункере на миг погас свет. Нормально. Ну хотя бы так. Так. Что там кто хочет? Ну только Мэри Джейн, да? Давайте дадим ей еды и снарядим в поход. Мэри Джейн, давай, я в тебя верю. Да будет там что-то хорошее. 36-й день, и Мэри Джейн вышла на улицу. Так. Жажда, жажда, жажда. Песик. С песиком все в порядке. Я так понимаю, ничего не хочет. Замечательно. Как насчет найти хорошее применение радио? Что-то может быть в воздухе прямо сейчас. Не трогать радио! Радио нам, блин, явно еще пригодится. С ума никто не сошел. Все замечательно. Радио на месте. И пускай там себе стоит. Давайте в другой раз. Это неподходящий момент, чтобы слушать радио. Так. Замученный, замученный, замученный. Немножко приуныли, но да ничего страшного. Ну, где там уже военные? Пора бы уже. 38-й день. Мы уже прожили 38 дней. Прошлая жизнь отличается от этой. Я так понимаю, есть хотят. Только Тимми. Тимми, поешь. Трудно следить за временем, находясь под землей. Мы не можем сказать, что творится на улице. День или ночь. Наш сон перепутался. Эти ужасные лампочки не помогают. Они едва заметны. Мы должны с этим что-то сделать. Эх, они сейчас с ума сойдут, я уверен. Аптечки у нас нет. Снотворные негде достать. Это плохо. Вот это плохо сейчас получилось. Но да ладно. Да, с ума сошли все. Да твою мать, какого хрена? Ну, блин, я думал, кто-то один сойдет. Сходит с ума, сходит с ума, блин. Мэри Джейн, возвращайся, спасай семью. Да черт побери. Песик, ты сделай что-нибудь. Мужественно игнорируя наши проблемы, мы пытались заснуть, но зря. Ничего не вышло. Черт побери. Все сошли с ума. Блин. Ладно, я уверен, даже с этими чокнутыми мы выживем. Так, все хотят пить. Военные уже близко. Блинчик, похоже, хочет побыть снаружи какое-то время. Может быть, он принесет что-то интересное? Давай. Давай. Выпустим его на прогулку. Я надеюсь, он не сдохнет. Да, вернулся. Замечательно. Что ты там? Принес нам что-то? Да, водичку принес. Хорошая работа, блинчик. Мы понятия не имеем, как он принес нам воду в бутылках. Лапы собаки не приспособлены к такому. Ну, скорее всего, во рту принес. Так, время раздать припасы. Голод, голод. Ничего. Окей. Давай, каких-то кормим. Мы могли еле дышать в этом убежище. В последние несколько часов ситуация становилась хуже. Скорее всего, это проблема с вентиляцией. Может быть, там что-то застряли? В любом случае, нужно починить вентиляцию. Я думаю, книга нам в этом поможет. Думаю, там описано, как чинить вентиляцию. Мэри Джейн пришла. Так, Мэри Джейн, ты нам, я так понимаю, ничего хорошего не принесла? Тед заболел. Супер. Какого хрена? Ничего же не случилось. Эх, используя справочник для исследования вентиляционных отверстий, мы следовали указаниям, там как раз было, про починку ядерной вентиляции. Прежде чем мы начали проверять, из вентиляции вылетело несколько разреённых насекомых мутантов. И больно ужалили, твою мать. Я так понимаю, Теда они как раз ужалили. Было невыносимо, как в аду, нам кажется, что нас лихорадит. Блин, плохо. Так. Баночку еды принесла. Так, болеет, голод. Давайте накормим Мэри Джейн и опять будем отправлять. Так, кто пойдёт наружу? Мэри Джейн, кстати. Это было ещё одно сообщение от армии. Они требовали выслать одного человека, чтобы он встретил их. Возможно, это меры предосторожности. Или военная хитрость. Мы не знаем, кого бы нам послать. Да, Мэри Джейн. Потому что сумасшедших стать на переговоры с военными я не очень хочу. Хотя... Не, Мэри Джейн, точно Мэри Джейн. Они увидят этого Халка, они сразу всё поймут. С нами шутить не стоит. Мэри Джейн, давай. Я думаю, она очень хорошо будет вести переговоры. Так, что там? У нас... У нас не было лишней еды для Мэри Джейн. Чего? Мэри Джейн, ты куда? Когда она достигла точки кипения, её взгляда было достаточно. Она была готова убить. Она ушла, не сказав ничего. Но мы знали, что она, возможно, станет девушкой на трассе. И получит столько еды, сколько ей надо. Чего? Какой девушкой? Окей. Так. У неё же не было голодания. Какого хрена? Или я что-то пропустил? Давайте накормим Мэри Джейн и опять будем отправлять. Ладно, мы вовремя добрались до места встречи. Солдаты задали нам пару вопросов. И мы ответили на них. Странная норваная внешность не произвала мне неплохого впечатления. Мэри Джейн, ты очень странно поступила. Но да ладно. Так, жажда, жажда. Давайте всех напоим. Будем надеяться, что военные уже близко. А то мы долго не протянем. Так, в поход пока что никто не идёт. Но я думаю, они протянут на этих припасах. До прихода военных. Хоть бы ты не сдох. Наш переезд, вероятно, мы обсудим после того. Понятно. Так, что там ещё кто хочет? Никто ничего не хочет. Блинчик, сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь с этой чокнутой семейкой. Слышали? Животные хотят затотать наш газон. Это не сойдёт им с рук. Это прекрасная возможность получить свежие продукты. Кто пойдёт на охоту? Я даже не знаю, есть ли смысл кого-то отпускать. Тимми, сходи проверь. Если что, Тимми не жалко. 44-й день. Тимми вернулся. Супер. Зачем ты оторвал Мишке голову, дебил? Так, что это был за зверь такое? Мы не могли сказать, это жираф или паук. Мы убили его с нескольких выстрелов. В конце концов, мы его съели. Он был с привкусом томатного супа. Замечательно. Я думаю, вы теперь точно сыты. Вроде как да. Так, Тимми вернулся. Супер. Никто ничего не хочет. Мы чувствуем, что нам нужно что-то делать с декорациями наше убежище. Фэн-шуй здесь не работает. Нужно передвинуть вещи. Пока мы убегали, мы нашли секретную дверь. Что же за ней? Есть только один способ узнать. Зайти туда. Давайте постреляем. Вдруг там что-то или кто-то сидит. Все в порядке. Вроде как все. Знаете, что нужно сделать, когда вы открываете дверь? Правильно, открыть огонь! Бам-бам! Пули пробили стену, и мы задели трубу с водой. И благодаря этому мы наполнили три бутылки с водой. Три бутылки? А почему плюс две? Ладно, бывает. Так, Тимми предложает. Ей стало очень странно. Они хотят пить. Ну, благо воду мы нашли. Так, пейте. Состояние... В общем, да. Время послушать радио. Может, нам удастся извлечь из этой полтавни что-то полезное. Или, может, мы узнаем, как отсюда выбраться. Ну, давайте послушайте. Вдруг военные что-то передадут. 46-й день. Радио в порядке. У Тимми на голове баночка супа. Нормально. Тимми действительно превзошел самого себя. Он порвал свою любимую книгу. Дебил, что ты наделал? Ах, и сделал из нее самолетики. Мы пытались спасти страницы, но на большую часть попал томатный суп. Большинство страниц были совершенно нечитабельны. Эх, этот дебил порвал книжку. Ну, да ладно. Я надеюсь, книжка не нужна, чтобы нас спасли. Так. Болеет. Жажда. Давайте напоим этого дебила. Военные, пожалуйста, спасите нас! Мы думаем отпустить блинчика немного погулять. Да-да-да. Отпустите. Вдруг что-то еще принесет. В прошлый раз водичку притащил. Так. Я даже не вижу, чтобы он мог принести. Блинчик ничего не принес. Ну, да ладно. Хотя бы так. Так. Болеет. Голод. Накормим Тимми. Ждем, ждем прихода военных. Трудно жить в таких условиях. Блин, уже 48-й день. Твою мать, военные, вы где? Нас нужно спасать! Мы же сейчас тут все передохнем. Так. Тимми в хорошем состоянии. Жажда, голод, жажда, голод. Боже. Родителей нужно накормить и напоить. Тимми постоянно любил бегать по кругу, как сумасшедший, и кататься на своем велосипеде. Ну да, сейчас я вижу не лучшее состояние. Компактное убежище не место для мальчика с слишком длинными ногами. Он постоянно спрашивает, когда мы пойдем наружу. Может быть, рискнуть жизнью и отправить его на короткую прогулку? Ответственный родитель точно бы сделал такое, правда? Давайте, отправляем. Хуже уже не будет. Тимми, я надеюсь, ты вернешься. Так. Он устал. Окей. Но он вернулся. Это самое главное. Когда мы согласились, Тимми почти ударился головой о потолок. Мы решили, что если он не нарвется на дикарей, мутировавших зверей или убийц мимов, что он должен будет выжить и вернуться обратно довольно скоро. Он вернулся. Замечательно. Так. Кто-то уже за нами шел. Мы нашли еду. Неплохо. Мы нашли воду. Тимми устал. Так. Болеет. Голод. Давайте покормим. Блин, я чувствую, что спасение уже близко. Мы обычная семья, у которой может быть пара аргументов, но нам приходится драться. Опять поссорились. Твою мать. Нужно закурить. Но хотя бы не переубивали друг друга. Так. Мы не смогли спать после этого спора. Ну да. Хотя бы так. Так. Болеет. Жажда. Нужно пойти. Тимми вернулся в убежище из экспедиции. Выглядел хорошо. Но позже мы узнали о том, что он поранил руку об какой-то острый кусок металла. Рубить. Рубить нахрен. В прошлый раз мы не отрубили кому-то руку. Вроде тоже Тимми был. На этот раз мы просрали топор. Как видите. Немножко покоцали Тимми. Бывает. Тима был очень рад, узнал о том, что мы хотим вычистить его рану топором. Было немного больно, но в итоге это закончилось. Топор больше не подлежит ремонту, но Тимми стал выглядеть лучше. Ау, топор соскочил, и это причинило адскую боль. Правильно, зарубите, сыночка, нахрен. Так же будет лучше всего. С каждым днем Тед становится более рассеянным. Казалось, он читал газету, но потом это оказалась туалетная бумага. Когда ему нужно было выйти по нужде, он зачем-то использовал нашу карту. Дебил, ты жопу картой потер. Радио сломали. Боже. За что мне эта игра? Что ты делаешь? Мы попытались забрать вот эту туалетную бумагу. Он сказал, что может ее одолжить нам, когда дочитает. Долорес обматерила радио. Понятно. Боже. Военные, вы где? Спасайте. Тут у нас жопа творится. Так, жажда, жажда, ушиб. Давайте напоим. Так, стоп, кто там? Тед, Долорес, да? Это ужасное и пугающее молчание становится скучным. Радио у нас нет. Военные хрен знает где. Мне кажется, Тед сейчас сдохнет. Долорес уже почти. Так. Ну хотя бы есть и пить не хотят. Блинчик на это все смотрит и думает, блин. Что я здесь делаю? Как я сюда попал? Лучше бы бегал, прыгал себе на улице. Ах, там ничего нет. Может, мы попытаемся услышать соседние в их убежище? Попытайтесь. Так, никто ничего не хочет. Каждый запах заставляет нас страдать. Упал кирпич. Мы почувствовали жуткую вонь. Давайте, проверьте. Может, там еще одна дохлая крыса? И вы сделаете из нее суп? Я угадал? Да. Еще одна крыса. Так. Голод. Жажда. Там у Тимми уже есть набор, блин. Так. Голод. Стоп. Я уже немножко призабыл. Голод. И у Тимми жажда. Окей. Так. Никто не идет. Собака проснулась несколько минут назад во время ночи. Она уже отдохнула и, похоже, что ей хочется наружу. Давай. Блинчик, давай. Ищи нам еще припас и желательно аптечку. Еще пока никто не скопытился, но я чувствую, что... Таль, скорее всего, сдохнет. Так. Воду нам притащил. Супер. Так. Жажда. Жажда и голод. Голод. Окей. Так. Так. И так. Где же военные? К стуку в дверь мы отнеслись с подозрением. Поэта, когда человек подошел к нашему порогу и предложил игру в карты... Никакой игры в карты. Иди в жопу, человек. Пока, Тед. Покойся с миром. Мы запомним тебя сошедшим с ума и разговаривающим с тоском. Тед был болен слишком долго и сильно ослаб. Он скончался во сне. Эх, военные, где вы спасаете, суки? Так. Ушиб сходит с ума, да блин. В последний раз мы заметили танк. Он стоит в открытой и никому не нужной. Он выглядит поврежденным, но там могли быть бы полезные запасы. Никто не может пойти. Так что пофиг. Пускай себе будет танк. Мы даже проверить ничего теперь не можем. Мы решили не идти на осмотр танка. Я бы посмотрел. Но, к сожалению, это невозможно сделать из-за того, что они уставшие. Так, Кимми, пей. Единственный, кто что-то сможет там притащить, это блинчик. Хорошо, что он с нами. Танцующий таракан. Танцуй дальше. Что мы можем сделать? О, привет. Фу, таракан-мутант. А как по мне, он прикольный. Не знаю, почему они так его боятся. О боже, они такие огромные. Еще один. О боги, мы обречены. Мы уже все грязные. Мы уже тут почти все передохли. А мне пофиг. Пускай себе живут тараканы с вами. Хотя бы веселая компания будет. Так, жажда. Ничего. Пей. Мы никогда не чувствовали себя так странно, но сегодня мы так себя почувствовали. Похоже, что эти зеленые вредители, животные, гости, пытаются наладить с нами контакт. Один из них держал что-то вроде таблички, где мы прочитали, вы пришли с миром. Окей. Я понял. Мы сошли с ума. Вам мириться тараканы с табличками. Живите, только живите. И никуда, главное, не убегайте. Я чувствую, военные рядом. Мы спасемся. Это безумие. Мы разговариваем с тараканами. Мы сходим с ума. Здоровый ли мы? Нет. Так, все хорошо. Это очень трудно готовиться к неожиданным последствиям. Мне вот интересно, где военные? Мы же установили с ними контакт уже хрен знает когда. Долорес отдохнула. Супер. Если что, сможешь выйти наружу проверить. Так, что они там хотят? Жажда у Тимми. Давайте его накормим. Стоп. Напоим точнее. Не то. Есть только один человек, по которому мы правда скучаем. Это наш любимый дядюшка Терри. Боже. Шестидесятый день. Два месяца мы уже в убежище. Черт побери, мы тут два месяца. И никаких военных близко даже нет. Может это из-за того, что мы радио сломали. Вот так мы и остались без фотографий, без новостей и без счастливых воспоминаний. Слишком грубо. Пора задуматься о лечении ран Тимми. Как? Как я вам это сделаю? Жажда и голод. Долорес, пожри. Собака проснулась несколько минут. Давай, может он нам хоть что-то принесет? Аптечку принес! И Тимми как раз заболел. Замечательно, мы можем вылечить Тимми. Тимми, ты будешь жить! Так. Хорошая работа. Так, Тимми, лечись. Лечись и жри. Вот так. Так, еще минуту назад было все в порядке. А теперь поругались. Молодцы, ругайтесь дальше. Шестидесят второй день. Военных по-прежнему нет. Ну хотя бы Тимми отошел. Жажда. Замечательно. Пей. Тимми просто сидит здесь и смотрит в пустоту. Может быть что-то не так? Может быть стоит немного поговорить с ним? А может он еще сейчас перестанет быть сумасшедшим? Это вообще было бы замечательно. Окей, мы поняли. Ох, Тимми, мы думали, что все будет нормально. Что это лишь проблемы детского возраста. Но кажется, он окончательно потерял рассудок. Он сделал плащ из туалета и бумагой и назвал себя королем пустоши. Он пожелал нам удачи и ушел в неизвестном направлении. Не думаю, что мы скоро его увидим. Эх, Тимми, Тимми. Тимми выглядит намного лучше. Да, особенно его... Вообще его тут нет. Так, у Долорес жажда. Ну я так понимаю, это конец. Мы вряд ли дождемся военных. Тревога неподалеку ходит банда пожарных. Или по крайней мере они одеты как пожарные. Да, это мы тоже читали. Давайте их застрелим. Долорес, живи. Опять, как в прошлый раз. Правда, на этот раз с блинчиком и трупом Теда. Но да ладно. Перестрелка была интенсивная. Мы сперли у них топор. Замечательно. Где чертовы военные? Мне кажется, что еще не все потеряно. Мы нашли какие-то странные грибы. Опять они грибы нашли. Не так уже упоротые. 65-й день. Так, мы по-прежнему верим в военных. Хотя они давно уже не выходили на связь. Но мы верим. Главное верить. Так, Долорес, что ты там хочешь? Ничего ты у нас не хочешь? Ну и молодец. Одну вещь, которую... Так, банда людей одетых в зеленые. Нет. Мы людей пускать не будем. Нам нужны только военные. Две шестерочки. Так. Да, все не затихло. Хорошо. Долорес хочет есть. Пить тоже. Ну и еще немножко припасов у нас есть. Опять тараканы. Давайте тараканы. Мы всегда вам рады. Конец. Долорес ушла. Молодец. О боже, они такие огромные. Еще один на боги мы обречены. Кстати, два таракана. Их действительно два. Да. Блинчик, остался ты один. Мы не собираемся догонять ее. Удачи, Долорес. Мы не смогли. Таковы наши последние слова. И наш совет для тех, кто читает это. Долорес ушла, да? Мы нашли записку, где говорилось, что она ушла искать своего отца. А вместе с отцом они найдут что-то хорошее в пустошах. Это, я так понимаю, отсылка к третьему фоллауту. Окей. Опять. Опять мы не смогли. Ну что же, друзья. На этот раз нам удалось протянуть 67 дней. Мы превратили Мэри Джейн в Халка. Мы нашли собаку. Это очень круто. Но, черт побери, мы так не дотянули до конца. Почему-то военные очень долго не приходили. Не знаю из-за чего. Скорее всего из-за того, что мы радио сломали. Возможно, в следующий раз повезет больше. А на этом я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрикс. И мы еще обязательно очень скоро веримся. Играйте 60 секунд. Любите уточек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok